день любители вышивки рукоделия меня зовут марьяна я рада вас приветствовать на своем канале начинаю последнюю осеннюю вышивальную неделю этой неделе у нас вот сегодня мне 25 ноября заканчивается ноябрь у меня уже солнце сюда вышло я уже с этим столиком уже уехала не знаю как вот передвину вот по всей комнате короче говоря поздно стало снимать был пораньше и в общем на этой неделе надо уже подбить итоги ноября и потом итоге осенью естественно вот и снять видео о том в том что я делал этой осенью осенью принципе у меня была хорошая продуктивная в общем-то как и за окном такая же осень была у нас немножко трудновато и да вот и осень была теплой все-таки у нас уже не первый год долго было в сентябре тепло в октябре им только убрали вот качели да я все на ней сидела что было хорошо и тепло обижаться на это не нечего так же как хоть у меня времени было мало но я все-таки считаю сентябрь октябрь работал у меня сейчас ноябре больше времени на что-то меньше успевать стало понимаете когда в тем меньше времени ты стараешься все все захватить и из-за планов сеять а когда у тебя много свободного времени ты он на фигню всякую тратишь вот честное слово вот так что на этой неделе я буду вышивать вот этот сюжет заканчивать с этим сюжет ну как я его заканчивать такая же не буду посмотрим насколько вы я увыщу и насколько мы его там отложим заморозим то что уже интерес как бы к осени уже раньше у меня знаете вот я сейчас поняла почему у меня раньше было больше вышитого разнообразные процессы не было привязки вот потому что к этой вот осенним вот этим сюжетом всяким что-то меня стукнуло в голову что мне надо по сезонам все это вот дома наряжать убирать и связи с этим конечно же это и упор делаешь на какие-то вот осенние например сюжет у тебя другие какие-то не вышиваются у меня столько лежит на интересных сюжетах которые никак не связаны с сезонами да например а и лежат все у тебя интересы вот эти сезон но я надеюсь что это вот 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 закончится и там уже будет как бы но зима навсегда сезоном идет не знаю вот особенно декабрь хочется зимой праздников до вот этого праздника лучше его конечно даже раньше я начинала раньше ноябрь уже подготовку к зимним этим праздникам и тогда больше успевал сейчас вот принципе осенних сюжетов мне ну можно что несколько штучек вышить и все достаточно будет потихонечку там не скажу не так много может быть нужно будет вышивать потихоньку до достаточно будет там 1 2 за 8 255 вот но и тогда может быть вот это все это сдвинется по-другому пойдет как-то было что я и зимний сюжет и летом вышивала был такой что-то так вот как-то более продуктивно работала но сейчас вот эта привязка я чувствую что она как-то мне мешает там весной у меня я посмотрела что-то немного весенних сюжетов 4 5 10 нет вот остались тюльпаны недошиты есть еще один наборчик и вот в кругах все парочку я возьму больше не буду все остальное можно будет уже вышивать что их хоть летние там хоть другие какие там уже посмотрим после зимы здесь вот еще была у меня такая да кстати говоря на этой неделе минут блокнот доделать еще на этой неделе мне вообще планов грандиозно раму надо как-то пихнуть вот сделать это в эти планы может нет на этой неделе получится я же жду глину она придет только на 1 декабря ладно тогда начале декабря сделаем на следующей неделе да мне надо наволочки шить потихоньку опять же у меня замочкой значит на следующий вот но блокнот мне надо сделать уже на этой неделе там всего лишь уже почти все готово некоторые страницы напечатать и уже к концу этой неделе поменять уже там все листики все подготовить я думала что планы какие-то может быть составить хотя бы примерные на зиму надо это сделать пусть там 12 наборов пусть они будут в планах и я там посмотрю да как с ними что и как вышивать вот сейчас наверное с 1 декабря я тоже возьму сюжет большой зимний я его буду вышивать так же как скажем самура и царю сколько у меня за месяц это выйдет продвинется по вечерам да пусть два-три дня в неделю хотя бы не все дни но мы посмотрим в общем посмотрим может если хорошо продвинется я его там дальше продолжу вот как-то самураем вместе мы посмотрим все это говорю надо надо как-то располновать это все это безобразие надо заканчивать бесплановое совершенно хотя я конечно в уме вот это все планирую почему-то я снова тепла на боятся че че вообще со мной творится я не знаю раньше в комнату вот короче говоря сейчас будет домик у меня это сегодня по крайней мере понедельник вот у меня уже время третий час дня мне сейчас надо смонтировать видео и естественно уже времени на этот дом у меня не было днем получается сейчас вот вечером ясно буду заниматься этим домиком у меня вышло 10383 крестика за октябрь-ноябрь надо было раньше его брать я думаю я был уже удашил если в сентябре взяла небо что мне все опять вот такой знаете какой-то был ой уж дошли не дошли да не дошли ладно положу что же как прям не знаю слишком большой слишком сложно как как-то вышивается я даже не замечаю как вот правда больше боялась короче говоря вот так что здесь осталось в крестиках там совсем не так много принципе смотрите 7640 крестик здесь еще есть 1485 полукрестик но скажем так 700 крестиков добавить 8 где-то 300 400 вот так примерно крестиков есть ну как бы это не так много небольшой такой сюжет посмотрим сколько на этой неделе вышли цену может быть 1000 полторы да если вышли цен то получится очень даже неплохо чуть я смотрю у меня пятницу прошлую вот на сколько было вышло 1242 крестика за вечер ну не за вечер этом пораньше сел лет часа в четыре дня на вот то есть то есть я даже удивил совсем совсем чуть-чуть но их и не видно было вот я показывал на той неделе как-то разбросаны все что посмотрим бакси что и 1350 тут ну этого не так это не так много так мелочи все вот кстати на посмотрим у меня начало недели что в конце то мне дочь расскажет по выставке по студии на выставке будет им в совине лес в питере посмотрим что они там предпредставят нам вот я надеюсь питерские блогеры есть снимают у мне дочь лишь поснимать что там еще нет она просто в предвкушении этого всего хотя она не вышивальщица совсем вот но человек творческий тоже так что расскажет что увидела ну и я вам тоже расскажу когда все когда-то неделю закончится что я на вышивала что я успела кажу блокнот в общем в общем что успела ты покажу вот он красавчик вот так лежит практически весь день вот я даже что снимать почти у него не в такой немножко пользе вывернув пуз наверх лежит весь день в шесть утра а чуть ты не ушел в шесть утра ли тебя не было на ночь дома а утром только пришел да у тебя ночная смена была ну ладно а то так лежит весь день в шесть утра выходит или вечером вот он бывает уходит и утром приходит ну наверное два через два работает вот так вот может весь день вот весь день будет в этом месте лежать даже иногда смогу его даже покушать иногда но наелся сейчас лежит может вообще до вечера пролежать не вставая оформила я вот эти магнитики вам прям репортаж холодильника у меня тут что есть да сейчас вот прям мгновение тут же надо на улицу только я камеру включила активировались вот у меня что вообще вышита из этих сделала магнит вторую сторону не вышла где он лежит надо найти тот нашла вторую сторону тоже не вышло потом вот мне магнитик дарили я здесь вот 23 год срезала теперь висит вот новогодние украшения вот они три значит вырезала маг магнитики какие-то у них видите надо свой на на приклеить слабенький какие-то прям еле держит вот здесь и свои клеила вот они вообще как-то мне не нравится есть свои магниты так они хорошо вот держатся вот эти вот надо найти где у меня лежат на пластике недошитые мне дочь вышивала их не я сама их вышивала но там еще их много таких мелких вышивая и вышивая в общем вот немножко по украшала пойдет и так всем еще раз привет я сейчас хочу показать вам свой блокнот вот значит мой блокнот прошлогодний здесь я уже за осень подвела итоги всем и видео сняла но это там я про это не говорила ладно я здесь скажу сколько чего на вышивалась за эти месяца самый продуктивный месяц когда был что сейчас подождите вот покажу вам свой блокнот спрашивали в комментариях где я вот эти странички беру пич печатаю сама значит заходите вы здесь немножко знаете не очень получилось в этом году что я вот таким вот дыроколом обычном дырочки делала вот почему-то они подальше получились они почему-то не знаю почему потому что до этого я тоже вот обычным таким двойным делала дырки да да дыроком нормально все было потом у меня появился вот этот вот там я дырки по поближе нам сюда делал немножко у него да здесь я перебивала дырочки что леонид вот этот вот как был так я его и оставил не знаю почему толстый слишком получился надо пружинку для толстого по три сантиметра сюда поискать что ли купить переставить ее тут ее легко если на винтик то вот это поменять посмотрю короче говоря мне есть еще и они все одно на вот такое количество идут значит этих два с половиной сантиметра высота вот здесь маловато будет вот и таким вот делал дырочки одинарный как-то мне писала одна девочка она моя феечка что может быть надо этот купить два и вот на четыре дырочки я смотрела да мы знаете мне сомнений взял может у кого есть это расскажите ему что тоже делает дырки он как делает здесь вот расстояние она как бы определенный сколько у него там расстояние мне интересно где-то не линейка был листом 4 что сантиметра вот у них около пяти вот если по железкам прям мерить да вот пять сантиметров расстояние между дырочками где-то там четыре с чем-то танка короче говоря здесь расстояние идет вот 6 сантиметров вот тут и вот здесь по четыре вот между вот эти дырочки не по железкам у того дырокола который у меня есть там чуть побольше по моему вот я забыла внизу у меня лежит на первом этаже зачем он там лежит не знаю короче говоря да я им ничего там не делали принести вот сколько у него здесь не подходило у меня я делала же по одной дырочке вот тем дыроколом потом вот эти вот купила у меня есть еще от дыроколы с леонардо но там дырки большие там декоративные короче говорят этот вот сразу купила на алике тогда еще вы бы не было это еще когда был так в каком году вы бы это было но мы как-то про него не очень да и озон тоже и вот у него пружинка сломалась и вот я им когда начинаю вот вот видите это порезы идут когда я прокалываю не отпружинивать придется приходится собой есть сейчас везде на этих маркетплейсах этот самый одинарный тоже небольшое количество к страниц берет прокалывает вот я у нас вот раз и сама вынимаю вот принципе удобный вот то что такой вот немножко просто может покупать такой же надо и все вот такие вот дела вот таким образом я делаю дырочки эти тоже все продается на маркетплейсах как они называются телефон занят что но я набрала пружинка для фиксатор для блокнота ли идут вот с этими как они тут называются видите здесь заклепывала сама у меня этот сломалась молотком да мне там есть приборчик вот так еще один блокнот я делала сейчас достану делала для этих вот видите заклепочки тоже для какого кулинарии честно сказать не особо ничего тут напишу все что-то как-то это и вот тоже так же все здесь они есть с винтами вот вот этот вот как будто с винтом почему-то а ну вот это вставляется да 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 вспомнила и вот заворачивается все есть такие это проще ничего забивать не надо вот эти я печатаю на своем принтере вот фотобумага они блестящие мне не нравится особо она у нас когда захватит когда не захватит этот принтер бумагу вот эту есть вот фото буду так ну вот видите чё делается сейчас будет рваться из-за толщины все есть вот такая фотобумага она не блестит это я уже планы на планировала в голове то там у меня вот много много еще чего есть не нравится мне что-то теперь как сделано вот это вот место надо будет подумать над этим план это на планировала много чего но так 8 9 10 11 12 аж планов да у меня но не все сюда вошло есть еще парочку наборов которые без плана хотела бы сюда засунуть будет мороза на планировала сейчас покажу все но пока я думаю вышивать его и нет вот потом трекер процессов у меня тоже есть это по моему от любови водяникова эти трекера процессов идут как-то тоже один год она размещала я не помню уже тут точно у нее нет и я его сохранила так вот он у меня есть да вот видите как цепляться теперь будет из-за того что здесь очень далеко поэтому тот дырокол который на 4 дырки он тоже такой же будет а ближе никак сюда не войдет видите вот насколько входит все можно конечно еще ближе попробула здесь потом у меня странички идут для законченных процессов страничка сделать подвести там итоге может что-то записать добавлю еще странички вот такие общем все идут идут в конце у меня здесь вот значит спрашивали где я открыточки беру на процесс а ну вот как у каша мурчащие осени да тоже их все печатаю на принтере это все на принтере вся впечатала на обычный epson у нас 360 сколько там не помню короче говоря мы его покупали тоже такое через вайфай работающий несколько лет назад это уже не первый у нас у нас был первый самый классный этот на 8 цветов на 4 сейчас не помню сколько по моему 4 основных цвета синий желтый зеленый синий желтый красный черный да вот это а то у нас был на 8 по моему цветов самый первый мы брали но он просто не вай-фай да тогда в то время еще вот он фотографии печатал шикарный просто бы но там чем проблема была что у нас со временем сломался надо печатать короче он как идет для таких целей печатать и печатать на нем печатать и печатать иначе он начинает там краска подсыхать любой принтер надо постоянно печатать поэтому я стараюсь вовсю печатаю печатаю но вот на краски уходил на те принтеры предыдущие больше вот этот же мы купили ничего не пришлось перепрошивать там чтобы вы знаете самим заправлять а не носиться там к этим мастерам да который заправляет и у этого сразу идет сбоку такая вот штука короче говоря там краска в ней стоит и сами заправляете и вот такого как бы уже усухаем пересыхание у нее нет такого что-то если долго не попечатал то все кранты периодически все равно печатаем уж там конечно цветной редко когда что-то там в основном черно-белые все я вот цветным балусе вот этих красок вот в этом принтере хватает вообще надолго и не помню как там последний раз его заправляли а те вот которые предыдущие были даже последний да у нас был до этого перед этим вот там постоянно заправка эти шприцы это заправка краски шла постоянно так поэтому не очень удобно было в общем я сама печатаю все мне дочь тоже купили принтер прошлом году такой же чтобы и на там выкройки распечатывать для себя да значит там ног чего и но и детям разукрашки всякую такой игры печатают они вот поэтому я уже итоги подвела за двадцать четвертый год хотя еще может что-то вышью в этом месте но потом при при добавлю и вот за прошлогодние вот эти вот вот еще зависит от качества бумаги видите надо постоянно чистить у здесь не чищена головка была печатающая но и бумага тоже может вот какая-то вот попалась не очень здесь вот попалась хорошая вот эта вот бумага она прям я боялась что глянцую не захватит иногда не берет но она уцарить как ярко печатал вот это тоже хорошая бумага надо запомнить какая именно вроде вся одинаковая покупаешь одного производителя но тем не менее она какая-то вот такая вот бывает хорошие бывать не очень вот эти я прошлогодние то пооставляла все в общем вот и я еще сидела один день вот я много времени убила на этот самый как его блокнот в этой неделе потому что я сидела так что тут у меня тут надо переписать так на вот эту ерунду училась вот эту вот сетку составлять я же вообще в excel как бы не совсем работал не работала никогда а тут я сидела целый почти день да как что мне просто мне само интересно было думаю надо научиться на конце концов и еще один хочу лист сделать но я не знаю как этого сделать где информацию найти ну ты поэтому я нашла как таблицы как чё вот а именно там как бы таки кружочками до кружочками как это сделать тоже вред вряд не знаю не умею так и вот я сделал видите такую эту страничку мои процессы здесь я все 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 свои 20 процессов выписала значит некоторые которых знала даты проставила начало старта на некоторые надо выискивать еще и проставлять потому что они по разным блокнотом получается ну чтобы здесь были уже да чтоб я уже до следующий раз следующий раз видела когда и что вот и по мере значит вышивки буду какие-то там вычеркивать и убирать сюда здесь я вот такое сначала сделал просто пустой как бы чтоб писать потом думаю дай-ка вот так сделаю здесь может что-то еще добавится на всякий случай но нет на всякий случай оставлю чтобы здесь просто можно эти менять вот и вот такой вот еще листик себе сделала мои процессы в конце этого сейчас добавлю сюда где-нибудь в конец да здесь просто добавила листы для записи и вот сюда в конец и здесь уже все будет еще я хочу сделать такой же где-то у меня где у меня эта страничка лежит я не знаю найти а вот она вытащила из того блокнота вот все мои значит это на 22 год данные все мои купленные наборы сколько чего надо конечно переревить перри значит считать вот новые какие были сюда подписать скорее всего ну и вот так вот записать где что есть возможно как-нибудь знаете сделать когда-нибудь на это время надо все тоже умение например где меньше сколько там у меня осталось какие именно выписать возможно вот так сделать чтобы как бы стала замечать что я немножко забываю уже какие у меня были куплены наборы раньше такого не было четыре последнее время заметил так это что-то нехорошие звоночки какие-то эти два у меня одинаково потому что я первый отпечатала это тоже год листы фотобумага некоторые вот видите они тоненькие может они вот это плохого качества это до этого предыдущие у меня были это вот потолще уже здесь получше смотреть надо там как не микрона что ли написано я беру вот и вот 100 140 120 которые они тоненькие вот 180 самые классные вот эти вот они есть по моему вот эти самые 180 странички ну вот надо здесь вот отрезать подрезать вот эти вот нами что что ли но из-за толщины это все вот плохо открывается из-за толщины вот ну там дальше вот все равно вот эти моменты уже будут тоньше нормально пойдет такой блокнот вот мои предыдущие блокнота самый первый я покупала это в двадцать первом году итоги за 20 здесь у меня тоже есть так тут планы были видите у меня разные начать продолжить пока не начала кстати говоря но это так и не продолжили здесь вот отмечала что вышито из волшебного так и не начала когда его начну накупила эти тоже мишки лежат от жадности то нахватал вот так и лежит вот здесь вот такие были их не убирала видеть их может тоже снять использовать но здесь вот почему потому что здесь трекер процессор здесь сразу был на этих вот на том я прошлом году нет знаете что получилось вот здесь она печатает вот принтер она он а на этой стороне не брал и все мне бум не печатал трекер процесс поэтому я их стал печатать отдельный даже немножко удобно стал потому что остается вот эти листы да не надо их менять каждый раз вот а здесь вот видите какая бумага она тоже хорошая вот она кстати берите потолще она вот хорошего качества бумага толще чем тонкая совсем тонкая так себе вот тоже здесь что вышивала бумажки даже лежат еще не с прошлого что вышивалась у меня календарик вот вот все в этом блокноте было за те года значит все планы так ну-ка давайте-ка по планам у нас тут это вот что было выше то наверное да все оде планы план тоже нету или она на год это был план да 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 здесь вот в начале весь план был на готовыми не вот теперь я вот открываю знаю что в двадцатом году я вышивала да какие сюжеты вот что-то какая тоже бумага не очень хорошего качества попался но еще надо принтер тоже готовить и чистить его периодически прочистил хорошо печатает так вот потом у меня было что здесь такие года вот это был 22 год по моему планы на зиму видите пошли здесь я уже подклеила хотела думаю на веревочке перетирает этот купить кольца для альбомов же есть отдельные кольца вот здесь я вышивала или вот этот 20 нет в двадцатом году я закончил двадцать первом начала этот сюжет да вот даты проставлены же вот но вот этот плохо печатает это обычная снегурчика поэтому здесь так плохо пропечатано все вот она видите чё раздирает надо пользуется взять там что-то я нашла надо купить и на кольца посадить его пусть лежат все все здесь вот планы как бы на зиму были да видимо что у нас там было на лето интересно так май тут закончился вот я видите открывая знаю что у меня там было в таком-то году когда что что-то здесь прям приклеилось ладно не буду раздел вот он план мини план неправильно печатал нам видим вот такие вот альбомчики теперь у меня хранятся извините и вот это а вот еще один это двадцать третий год был вот он тут уже по моему тоже планчик был еще на зиму выполнен практически весь но здесь не все было именно заканчивать дату что-то начать что продолжить отмечала что вышивалось что закончилось вот и вот получается раз два три четыре четвертые четыре года пятый год вот новый вот это тоже я уже все архивировала просто в комоде лежат представляю как лет через десять заказ стопа вот этих вот этих я здесь просто странички меняю и все и блокнот остается у меня я уж подумал может еще какой-то один новый сделать ну просто будет еще один новый лист вышивка все кто не недавно у меня на канале это я все делала сама сама его оформляла уже конечно за несколько лет затирается все естественно вот здесь тоже вот так оформлена просто на также напечатаны бумага обычная нет вот эта фотобумага ткань это в леонардо купленная да вот это вот подобрала ее под этот под эту ткань это сама вышла это амелистич схему все я оформила и также вот оформляла вот такой же кулинарный блокнот тоже леонардовская ткань тоже также все напечатаны фотографии все лежит вот и здесь для рецептов все напечатаны странички также как разделители чтобы записывать что-то записывал лежит лежит все так что вот у меня есть новый блокнот на следующий сезон уже тоже то и то есть уже с декабря будет у меня уже новый сезон вышиваем то есть по 3 3 метра по 3 мент триме так друзья поскольку эта неделя моя мало вышивальная сейчас оправдаюсь сразу почему там дальше будет показ процессы свои немногочисленные и совсем мало вышиваемые за этой неделе в общем на этой неделе мы ездили в магнитогорск потом я ездила с подругой в городом по делам как раз в субботу там среду по моему короче говоря между этими днями после каждой поездки у меня лень начинается лень у меня приходит и я больше часть дня просто не болтаюсь ничего не делал вообще вся неделя такая была но сломалась я видимо что-то вам переклинила столько месяцев вышивала я сейчас отчет вам тоже расскажу что сколько у меня получилось крестиков как и что вот я в той предыдущем моменте начала говорить на блокнот отвлеклась и забыл ну ладно и в общем мы заезжали естественно по магазинам ходили но там как бы задача у меня не было бы именно в леонарда попасть черная пятница была там кстати говоря в летуаль скидки были хотя меня очень удивил летуаль в этот раз вроде мы на новый год были там в екатеринбурге там все бренды были на месте да все было все я не знаю может это магнитки только так кто был по летуалям ну-ка напишите мне девчонки по стране то у нас много ходили нет что там смотрели есть вот еще быть привычные наши бренды там заграничные да они были я покупала же под на новый год одеколон мужу кинзо вот и у меня тоже есть тухи еще кинзо я хотела как бы пополнить думала вот у меня там немного осталось аква да думаю может повторить как-то вот они мне так понравилось что я их расходовал но не тут-то было ну зато знаете удивили новинки наши российские я себе духи взяла тоже как бы цена такая немаленькая да ну у меня вот это золотая карта летуаль там оказывается 10 тысяч бонусов было не снова даже на новый год там покупала после нового года как раз екатеринбурге на забыл что мне начислили вот и короче скидка была действительно хорошая то она может быть так тушь я себя взяла тушь крем для лица они были именно итальянские какие-то иностранные вот эти вот косметика а вот парфюмерия что-то так думаю ничего себе вот я но неплохие духи и упаковка такая знаете цивильно прям все сделано как на экспорт наверное вот и запах конечно тоже хотя у меня подруга удивилась почему такой вот игорь и сладкая такое не покупала раньше и агро а вот у меня вкус и меняется у меня арифлейм например по моему арифлейм что черри духи были как-то у них наверное они вообще стояли много лет я купила что-то как-то пользовался не нравились никак они и недавно осенью я начала ими пользоваться думаю что такой запах классный он не стоит вот и эти также называются черри плазон то есть вишневые ядры то же самое по вишне понесло я не знаю короче говоря вот мы там короче проходили и потом уже я говорю ну-ка загляну-ка в леонард мне же рамочка то нужно вот твои уже видите перед собой да ну вот охота поболтать просто напишите в комментариях а кто что еще купил на черную пятницу я конечно кроме наборов то тоже ну как бы набор я не могу сказать что там покупал да я до этого набрала а вот там кое-что из платьюшек парфюмерии косметики я купила и да и посуды кстати говоря люминар набрала синие посуды такой прозрачный так не захотелось обновить на кухне вот поэтому короче для меня черная пятница в какой-то смысле удалась в этом плане и вот я зашла в леонардово видите перед собой рамку вот она рамочка ничего пилить не пришлось ничего придумывать но я не говорю что я буду прямо сейчас и в нее оформлять нет я взяла но мое любопытство вот она мне не давала покоя дума как она будет есть но она натянется да вот когда натянется она прям вся войдет в раму хотя основа аида не очень-то хорошо тянется вот она войдет в эту рамку вся и посмотри я просто хотел посмотреть как будет выглядеть мне моя подруга вышивальная написала сейчас голосовым что может с дорисовкой ну вот здесь смотрите дорисовку делать да какую окно только здесь если дорисовывать и как будто из окна вот что-то там где-то но здесь как шторка идет здесь как подоконник что-то такое дорисовывать как-то мне кажется смысла нет можно конечно какую-то вот светлую такую какую паспарту и вот такого цвета рамку я не знаю почему человек не прицепилась мне так нравится мне вообще нравится вот это вот сейчас что я вижу вот у нас вообще светло к еще светлее даже дает она смотрите как да она немножко зажата но в моем видении да не обязательно всегда как-то вот эти паспарту видео тыкать где надо и не надо да здесь конечно можно его но как бы вот я просто вижу это окно понимаете это окно вижу я его вот она закончена и как будто и они сидят вот на окне здесь конечно там дальше подоконник и смотрят в окно как будто бы я не знаю как с паспарту и уже когда я представляю паспарту что как это будет смотреться как он можно конечно по подбирать съездить посмотреть да ну спорту кто мне запретить просто по выбирать посмотреть как что но по этому время есть для до следующего значит оформление я буду думать идет вот мне что не нравится что конечно мне у нас выбора вообще никакого там нет а мне хотелось бы что-то интересное но вообще вот так вот тут я свое любопытство удовлетворила в часу туда с камеру гляну красиво смотрится ярко прямо сейчас нас пасмурно опять какой день вот снимал итоги тоже была такая же погода где включил где забыла включить основной свет горел вот так ну вот сейчас смотрится очень красиво тем более так на видео как будто прям здесь яркое солнце сюда даже в окно светит но пишите короче говоря все таки как мне нравится в принципе как я называю не то что винтаж а вот такое вот теплое как будто бы дерево веранда все такое вот знаете паспарту она как-то сделает это уже но я посмотрю кто как оформит я прикину тогда но вот это вот растворит вот и вот этого ощущения не будет деревенского скажем так вот такое деревенское окно даже подоконник посмотреть он с дерева вот классно так дальше сейчас покажу вам что еще купила прошлый раз я показывала покупки да кстати говоря вот рамка значит покажу акриловое стекло все 18 на 18 сантиметров там было еще они вот почему-то они в леонард по одной я бы две взяла на пятьсот восемь рублей стоит у меня был промокод 20 процентов скидки но они мою карту тоже взяли как бы думали накопительную мне там максимальное количество баллов 10 баллов накоплено 10 процентов накоплено она она как бы уже роли не играла вот тем более да ну одна всего вот такая вот рамочка была там еще на эти было мне понравилось 20 на 20 сантиметров темно-коричневая прям черная но она была по он уже не деревянная пластика красивая рамка и была такая же но как золотом покрашена и так посмотрел думаю даже перекрашивать не хочется уже было бы просто под дерево вот я взяла но таких не было в общем как-то и смотрел еще 13 на 18 раньше у них все рамки были 4 нашла там у них этих может магнитки нету ну в общем вот задник все есть только оформлять так еще взяла вот такие трафареты для оформления рамки с ней у меня тоже проблема такая возникла хочу раму оформить то я собираюсь мне надо эту же зимнюю прогулку оформить и вот знаете то как я хотела не получается у меня глина которая была она высохла хотя была в пакете упакована мешке все вот я покупала который зимой показывал высохла значит а я то что заказала этот полимер пришел такой кусок его не размять вот крошится я разминала разминала в молд его не засунуть ничего не сделать думаю опять заказывать что-то гипс что ли потом уже нашла там как можно сделать из-за мраморной крошки то что у меня есть пластик пластичную массу может быть попробую вот ну и думаю шпаклевкой что ли сделать опять как я делала то что купила вот из этих вот листики как бы тут ну это не прям именно так то что рамка то узкое там листики они влезают по разным этим самым ягодки сделать вот колокольчик он очень большой на раму получается вот эти завитушки что пошли бы просто взяла думаю но чуть другого ничего не было то что было то и купила ничего не дорогие 99 рублей 89 и я еще плюс минус проценты вот а сейчас заказывать опять дорого будет заказывала вот и я купила несколько наборчиков но не могла я пройти мимо их вот этот прошлый году хотела все купить его этот набор и так и не купила думаю ладно зима заканчивается классе все связи короче смотрела такая вот основа рустик там основа но она такая рыхленькая рыхленькая думала как нарисованы такие вот как аида гамовская да такая плотная бывает у такого цвета нет рустик такая прям 14 каунт но на рыхлый он рыхлый совсем ну естественно придется на что-то менять я не знаю когда в этом году или когда вышью ну надо перенабор сделать вот на этот сюжет тоже по распродажи что-то ушел не вообще 300 с чем-то он без распродажи и вот такой сюжет я давно его хочу уже несколько сезонов на него смотрю я все думала может ее сделать елкой этого года еще даже прошлом году на в этом мысли были в этот раз хотел у меня в корзине все лежит на маркетплейсах и там и там но так и не купила и вот он не что-то вышел сейчас ну по-моему дешевле чем на маркетплейсе учился по цене вот я бы здесь заменила основу на какую блестящую даже на аиду пусть будет вот такая блестящая вот у меня есть я я знаете будет может еще чего посмотрел я не вот посмотреть хотела там кстати говоря глину и все это и давай тут как раз муж звонил как раз и пошла в отдел красок может я бы все это вспомнила купила бы там еще кое-что хотела бы мне давайте быстрее давайте нам некуда было торопиться но я не знаю куда эти мужчин торопится посидеть полчаса час лишний прям не могут вот я еще не одна была мы были с нашельницей и племянницей маленькой да там ходили они себе набрали кстати затащила ее тоже леонарда но она у нас торты печет все курсы прошла да и она там себе смотрела то что ей надо вот а я себе и вот такой наборчик можно даже прям вот на аиде вышить ну тут чуть-чуть чуть-чуть остается не зашитым да как бы не ваза же можно и так оставить на аиде его 14 каунт основа такая нам как ужар птицы всегда я не открывала смотрела глянуть можно ну да вот она видите перенабор не знаю на листите где-нибудь посмотрите я еще не искала ничего можно вышить сколько 22 на 17 сантиметров я думаю немного крестиков посмотрим короче говорю мне такой сейчас бардак в голове вот я это не планировала вот он у меня есть это не планировал от купил как бы вот и еще этот набор хотела тоже давненько такой и желтыми цветами не еще нравится его не было еще какой-то есть горошек что ли какой-то такое что-то и розово-сиреневый вот но мне вот этот нравится этот то что превью то что на превью да это совсем не то что будет вышито я не принесла но просто найду фото вставлю помните кто вышивала я помню в прошлом году да тоже букетик в синей вазочки тоже такой же наборчик был куплен по дизайну елены вавилиной тоже здесь дизайнер художник вернее елена вавилина и она не подписана у нее такие сюжеты классные вот так тот по моему тоже ее сюжет нарисованы что вот ну конечно оригинал найти это будет совсем небо и земля и когда я вот тут вышила они немножко перерабатывают переделывают их конечно и получилось вообще классно еще тем более я оформил в круг вот это можно вазочек оформить 21 на 17 сантиметров вот андрей киселевку дизайнер но мне нравится как получается что получается потом совсем совсем другой на равномерке вышить кажется такой неказистый сюжет какой-то такой не очень да тем не менее будет очень даже классный вот этот вот вроде недорогой дешевый до анжелика иванова дизайнер художник юлия гаврилина надо найти часто встречается дизайнер паскал так тут художника нет может где то есть вот картинка оригинальная так и еще вот я говорил что мне день матери сделал подарок он спросил что я хочу я хочу я хотела деда мороза и вот он не купил такой вот сюжетик классненький теперь у меня тоже есть дед мороз вот пару к почте будет ну как же почта для деда мороза и дед мороз обязательно нужно здесь конечно есть еще и снегурочка вот я не знаю почему там не дед мороз прям нравится это у него свечивает здесь конечно лицо посмотрите какой у него классный а вот у снегурочки вот поближе кто не видел ну вы найдите посмотрите ну вы знаете точно не на следующий год может я ее куплю вот я хотела бы конечно его тоже повышевать в этом месте я я вам точно говорю я не успеем 20 на 30 сантиметров он не маленький принципе вышить но начать можно до чтобы к следующему году вышить его мне не залеживался чтобы вот с этой почты как бы уже следующий год он был надо было конечно когда он вышел ты тогда и купить сразу чуть я не знаю я все думала что думала и вот надумал все таки думаю надо вот это вот смотрите вышивается не одним цветом то как красный да вот в том предыдущем а несколькими цветами рамочка вот классно повесил на новый год все это вывесил на этих да потом их аккуратно убрал в шкаф можно там где-нибудь на крючки повесить даже в шкафу вот подвеса да есть же вот эти крючочки пусть там висят где-то до следующего года достал они как бы сильные не запачкаются пока висят и как бы не мнутся когда висят в шкафу хода к следующему году достал повесила как бы на те места можно какие-нибудь другие картинки летние там уже вешать после нового года все вот вот так вот мне кажется неплохой вот это вот задумка оформления таких сюжетов временных как бы сезонных получается и рамочки конечно же я забрала свои 50 раскурены у меня их сейчас на данный момент шесть рамок вот этих вот внутри упаковки и одна свободная покрашенная по моему так по моему или если они путаю еще одна ну отдельно как бы должна быть а нет все вот эти шесть упаковок накупил ну сколероз я уже говорила да я почему я вот купила купила на все все сюжеты которыми и забыла благополучно об этом как так можно было не знаю что я накупила все насколько мне надо ну ладно лишнего нибудь я еще чем может еще куплю какие-нибудь круги так что будет еще что вышивать да у меня уже вот этот новый комод заполнит кошмар какой-то надо ревизию провести опять своих наборах но это не сейчас после нового сделаю не запишу каких наборов поскольку такого производителя вообще надо записать атриолис такие то такие то такие то есть чтобы знать чтобы помнить перейдем к сюжетам которые я вышивала их было немного елку я уж не буду вам на пластике показ там только начало совсем 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 чуть-чуть зеленым цветом одним отшила там только и все ветки пока вот и на этой неделе я вышивала значит осенний домик самурая и почта деда мороза все больше ничего немножко отдыхала отдыхала и вот что у меня получилось на этой неделе так вытащила все что не надо значит по этому сюжету так я его брала два дня значит первого я сейчас вам покажу думаю какой 1 за 20 у меня короче говоря сбой произошел отключился отключился значит планшет и в этот момент я не заметила что у него зарядка закончился и в этот момент сбились часы я не за тоже сразу не заметил сейчас смотрите вам покажу и что получилось интересно вот видите 15 номер дата стоит а я я не думал что она здесь отразилась так потом когда вот 25 вышивала вышивала захожу ну чего какой один день лишь не пошел что пошло то что случилось то потом свою дату думаю ого ничего себе а часы я уже перевела как бы установила правильно пока его заметила вот 136 крестик на вышивала значит первого января 2010 года классно да получилось вот такие вот дела и значит в этом на этой неделе так вернем обратно на этой неделе я вот получается вышел 1742 крестика здесь всего-то может не много не мало но у меня осталось здесь значит 1450 85 полукрестиков и 5898 крестиков сейчас здесь 62 процента вышито не сказать что слишком много осталось да но не сказать что и мало все таки тоже где-то 6 с лишним тысяч крестиков если все в крестики перевести будет вот так вот так что здесь вот я не дошила то что хотел вот этот момент немножко я не знаю пока что делать дальше с этим сюжетом заканчивать его но если только потихоньку потихоньку может быть после нового года достать и тому же закончите 20 на 25 сантиметров все-таки где 25 есть 20 вот потихонечку заканчиваете вот посмотрим в общем то как бы не не хочется его и откладывать хочется вышивать ну хочется и все остальное вышивать знаете как вспоминается фильм раба любви да там где калягин говорит есть хочется худеть хочется вы все и вышивать зимний хочется и осенний заканчивать все на свете но все вместе не получается как бы в одном собрать вот такие вот дела так сейчас покажу вам сколько опять мне надо будет отключить вообще как вот выглядит да на вот отшив весь идет как он выглядит у меня сейчас здесь вот еще не выше что тут ну вот вот не сказать что слишком много основной в принципе дом то я вышила дом забор практически весь вот вышитые все вот это место я все хотел закончить ну тут чуть-чуть проплешин осталось вот и все вот так такие вот делишки получаются у нас так ну пока 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 наверное давайте отложим посмотрим как на этой неделе со время дела будут у меня на этой на следующей неделе грандиозные планы опять наконец-то все замочки получила мне надо шить на меня муж выселил с моего стола швейного я не знаю где пристроиться шить хочу нашить наволочки там подушки у меня уже в кучу собрала их лежат некоторые надо реставрировать там синтепон весь сбился как-то не знаю над новый наполнитель вот которые тем не нравились большие такие подушки диванные не как раз то что то что купоны я купила они большие не хочется их слишком срезать много вот причем проблем то надо надо этим подумать и короче говоря шитьем заняться немножко так ну вот и у меня был вышивался самурай сколько у меня тут три вышивальных дня у меня было значит на этого самурая всего и так как вот говорю же поездка была там тот день я вообще вышел триста семнадцать крестиков но даже хоть хоть столько то что я встали чуть пол пятого утра уже вечером когда мы приехали часов шесть домой да вот представьте я хотел спать ничего еще села повышевала но в девять вечера я решила что все моя батарейка села и пошла спать вот и так что у меня получилось 1625 крестиков в основном я вышивала только вот это такой вот бленд тут непонятно какой-то припыленный красный до получился все конечно я думал что я больше мамку на этой неделе выше но вот у меня единственное когда 29 867 крестиков вышел составление вот 317 461 даже вот когда вам в среду это я вышивала его совсем-совсем мало что отвлекалась на что-то вот что-то мне надо было где-то во всех интернетах вот поискать там поискать то короче ерундой маялась какой-то вот и вот такой результат получился что что ничего не вышло ну ладно хоть это тоже все-таки не мало да все-таки тысячу шестьсот там двадцать пять крестиков тоже как бы хорошее продвижение на данный момент здесь сорок один процент вышек у меня получается это вот за октябрь-ноябрь вышел все он вот в такое количество значит процентов было чуть 12 процентов что ли его совсем по моему да и вот принципе я считаю что неплохо продвинула немножко сейчас его отложу вот и потом все равно вернусь и начну дальше вышивать его конечно если бы не новый год хотя стоит скажу ну и какая разница но вот хочется мне к новому году что-нибудь там повышевать такое повеселиться и себя порадовать ну и вас тоже поразвалишь как-то вот такое настроение себе немножко поднять что вот это вот погода какая-то пасмурно 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 какой день снега нету толком того то что выпало до этого так вроде как и лежит на это все как-то так сейчас смотрится не так красиво как вот зимой все такое пышные крыши с под снегом все хорошо красиво и и когда больше снега как-то светлее становится света больше вот вот так но у меня на окне зацветают каланхои я показывала марильс цветет он уже заканчивает фиалки начинают цвести орхидеи оставшиеся орхидеи мне как-то говорили покажите коллекцию я показывал уже как-то один год вы знаете и у меня не помню сколько их количество какое было орхидеи мне остались три вот купленные последние когда мы были в екатеринбурге прошлый год на новый год там в обе покупала вот эти последние остались все остальные умерли просто умерли и я не могла никак понять что происходит я что только не делала как только их не лечила с чем только не поливала чего только вот они просто пропадали и потом я все-таки сделал вывод знаете какой я не знаю может быть я ошибаюсь конечно но я купила две или три орхидеи у человека в контакте вот там как я предполагаю завозят ну не сертифицированный товар не проверяющий скорее всего так то что я видела в ю тубе они там тоже эти женщины привозят чемоданами это все за границей да вот эти орхидеи там как-то через пятый колено им поставляют возможно их не проверяют так как в магазине все таки они сертификацию проходят какую-то и все-таки там уже везут по моему их из голландии да все равно степлится не так с дикого какого-то непонятного откуда и они скорее всего ну как бы все равно здоровые вот эти же три штуки у меня стоят вот а вот эти которые я купила домой занесла и я что-то сразу поставила совсем вместе на подоконник не надо было этого делать короче говоря мне кажется они заразились чем-то потому что так не бывает что вся вот все какие были вот эти цветы они все просто ну я не знаю что с ним происходил просто умирали все постепенно постепенно и я вроде бы ничего не меняла ник не полив не удобрения никакие ничего лишнего не лет не знаю что произошло вот вот такие дела в общем осталось три орхидеи которые зацветают в общем у меня на окне это весна за окном пасмурным так вот все вам рассказала да ну раз ничего не вышивала надо же чем-то надо же чем-то болтать так ну и следующий сейчас сюжет еще покажу один и все так следующий сюжет тоже немного его повышевала два дня значит почта деда мороза отриолис здесь совсем совсем тоже немного получилось конечно вот но субботу и мы тоже проездили опять с подругой в город пока приехала ну естественно приедешь там проходишь полдня в городе потом уставшая такая что очень охота делать и у меня за сколько получилось за два дня 703 крестика 703 да и вчера я тоже что-то совсем мало вышел даже 400 крестиков не вышел вот пока этом вечером сел что целый день на кухне 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 остальные комнаты вообще не души вот и короче говоря я не знаю что тут особо появилось но я знаете как стену то это вот дошила тут так все осталось вот вкрапление это вот по моему белым цветом эти снежинки типа типа эти снежинок что ли вот что там у нас да вот они вышиваются и здесь вот еще будет вот но полокрест дошиваться вообще вокруг а так вот уже мишка проглядывается да вот отсюда я брала все и все в россыпи что шло то и вышивала на как будто какое-то дерево прорисовывается но вообще по контурам видно уже вот мальчик вот такие дела поставить продолжаем нарезку не так вчера прям чё-то шок испытала когда у меня вот эти нитки и там сейчас какой-то я включил должен быть до бленд следующий до вот эти из этих цветов и и там всего 100 крестиков и еще мне один крестик надо в чистом виде дошить то я думаю мне вот хватит я надеюсь мне хватит на этого на 100 крестиков я прям в шоке я сегодня сейчас возьму снова этот сюжет вечером у меня сегодня никак вот часто с утра и все снимаю там на этой неделе у меня тоже были съемки два видео я сняла кроме всего прочего до то же время съемка монтаж загрузка все это мне постоянно все что-то грузится вот и то же время это идет на это сегодня сейчас вот опять съемки утром сегодня и опять у меня там монтаж опять у меня а значит еще кухни как обычно так что вот такие вот дела вот такие дела и к вечеру естественно снова возьму этот сюжет надеюсь что я не буду отвлекаться даю честно пионерская комсомольская партии не было что я буду сегодня вечером не отвлекаться на интернет надо найти что-то просто интересное давно вышивальных видео никаких не смотрела то что то одно то другое что так то сериалы включали смотрели с муром то еще что-то вечером вот я как-то могу днем посмотреть а вечером надо чтоб мы сможем вместе смотрели понимаете вот такое вот такие вот капризы у нас сериалы поэтому давно не смотрел каких вышивальных видео хочется что-то посмотреть уже что там девчонки вышивают но это тоже как бы найти соблазны немножко от соблазнов отошла вот ну тем не менее так ну и заканчивая вышивальную неделю сейчас я забыла вам отчитаться значит по ноябрю что у меня там вообще получилось по ноябрю и вообще за всю осень значит у меня два плодотворных месяца как получилось вышла значит октябрь и ноябрь октябрь был пиковые за этот год самый такой плодотворный месяц тут делится 9 и 22 крестика тысячи начат выше в ноябре тридцать четыре тысячи триста двадцать крестиков вышла ну и несмотря на то что в сентябре было столько законченных работ у меня всего там 23 тысячи девятьсот двадцать два крестика была выше что представляете совсем совсем не так уж и много вот и все общее это девяносто семь тысяч двести шесть крестиков за три месяца ну такая знаете небо нехилая бы работа одна если пушевалась была бы да здесь я все записала сколько чего и вышивала в осенью значит мурчащая осень была потом самурай 12 дней вышивался осенний дом 9 дней вышивался и сада габриэль всего три дня почта деда мороза пять дней получилось банда два дня елку на пластике я начала вышивать два дня там 449 449 крестиков вышло хозяюшка и магниты елочки вот эти которые я сейчас уже прицепил на холодильник но показала вот такие вот значит такая вот бухгалтерия за октябрь зная ой за ноябрь месяц здесь вот карточки нет пока еще не сделала но у меня здесь большая такая есть осталось но это не фотография моя это вот скринс у меня вот спрашивали как раз где я беру такие вот фото на превью сама печатаю еще раз рассказывать просто вот здесь хорошая бумага попалась вот это достать и показать пока именно так и вот вот все что на вышивалась мне за всю осень но это кстати говоря вот у меня морской котовский все лежит не оформленные да я все думаю как оформить как лучше с дорисовкой без дорисовки не с дорисовкой нравится на там это я смотрел светлая рама мне хочется темную почему-то видится такая осенняя какая-то темная рама мне все последнее время темные осенние и деревянные вот так так что большое всем спасибо за просмотр этого видео желаю вам прекрасной следующей вышивальной вообще недели пусть погода вас тоже радует может быть солнце солнышко выглянет и нам будет всем здорово и ретроградный меркурий который сейчас будет до 15 декабря нам тоже не помешает ни в чем вот так что спасибо вам еще раз большое за просмотр этого видео за комментарии за ваши за ваши добрые теплые слова постоянных читаю радуюсь спасибо большое за лайки дизлайки ну а мы с вами встретимся в следующем видео всем пока пока